Военные действия на Украине продолжаются две недели. Их окончание пока не предвидится. За это время, как заявили в офисе президента Владимира Зеленского, на его жизнь покушались более десяти раз. Сам же он вновь обратился к российским войскам. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В свою очередь Москва продолжает обвинять Киев в разработке биологического оружия при поддержке США. Мы подтверждаем те вскрывшиеся в ходе проведения специальной военной операции на Украине факты, которые свидетельствуют об экстренной зачистке киевским режимом следов военно-биологических программ. Они реализовывались Киевом при финансировании Соединенных Штатов Америки. Ни о каком мирном использовании, научных целях во благо мира, развития, конечно, речи не идет. Мария Захарова подтвердила завтрашнюю встречу министров иностранных дел России и Украины в Турции. Все это происходит на фоне пока безрезультатных поисков европейских лидеров путей по сокращению энергетической зависимости от России. «Я бы не стал обещать сегодня прекратить закупку нефти и газа у России. Это невозможно, потому что мы нуждаемся в этих поставках. И это неудобная правда». А правда заключается в том, что в отличие от США и Великобритании, около 40% от общего импорта природного газа в странах ЕС приходится на Россию.